В Беларуси у коллективного Запада свои счеты. Причем уже давно, четверть века им мешает та политика, которую мы проводим. Поэтому в Европе сохраняется 35-тысячная группировка войск НАТО, из которой большая, ну, наверное, 1025 группировка в сопредельных с Беларусью странах. Не снижается интенсивность разведывательных полетов вблизи наших границ. Активно проводится оперативная боевая подготовка, в том числе с задействованием полигона Пабраде в Литве, который находится всего 15 километров от государственной границы Беларуси. Одновременно под видом поддержки Киева ряд европейских стран реализует свои планы по перевооружению на современные образцы вооружения и техники усиления своих армий. Наибольшую активность проявляет Польша. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии. На севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши. Расширяется география закупок вооружений. К традиционным США и Германии добавилась Южная Корея. Вместо поддержки своего населения в сложной социально-экономической обстановке правительство Польши планирует увеличить свой военный бюджет. Пытаются не отставать в милитаристской гонке Литва и Латвия. Но собственных средств нет. Просят НАТО усилить ее присутствие на своих территориях за счет развертывания на местах батальонных, бригадных, боевых, тактических групп. Начали строительство новых военных городков для их размещения на постоянной основе, в том числе в непосредственной близости от нашей границы в 20 километрах. Литва заявила о намерениях приобрести американские реактивные системы залпового огня «Хаймарс». Зачем они им, военным людям, думаю, пояснять не надо. Украина с своей стороны стянула к нашей границе до 15 тысяч группировку, осуществляет инженерное оборудование блокпостов огневых позиций вблизи границы, устроила заграждения на дорожных направлениях. Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет Украина оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, ах, как бы Беларусь не вступила в войну, и постоянные провокации на границе. Редактор субтитров А.Семкин